Друзья, всем привет! День воскресный, день чудесный на дворе, а я спешу к вам с новым, живым, невыдуманным сюжетом из жизни. Почитав комментарии к предыдущему ролику, я увидел, что многие написали, опять снял богатых, состоятельных людей. Покажи нам, простым людям, таких же простых людей. И вот именно сейчас вы увидите как раз такую историю, где девушка, которая проживала 15 лет последней в России в Тамбове, решила переехать в Дубай и пойти работать в продаже. В России она была юристом, здесь же пошла работать в продаже в люксовые бренды. Она расскажет свою историю переезда, сколько она зарабатывает, где она проживается, поделится своим жизненным опытом. Человек вот такой, за что ей огромное спасибо, что пригласила в гости. Я думаю, для разнообразия и для любопытства вам будет интересно посмотреть ее историю. Также, также, я продолжаю следить за ситуацией на рынке по продаже новых автомобилей в России. Ситуация, конечно же, кардинально изменилась. В ближайшее время я соберу всю актуальную информацию и сниму отдельный выпуск. Плюс ко всему, гуляя и находясь здесь, общаясь с людьми, я собираю по крупицам детальную интересную информацию. После я сделаю отдельный такой полноценный сюжет, где вам расскажу интересные наблюдения из жизни тут. И добавлю, что в силу того, что сюда-то мы приехали снимать изначально полноценный сюжет про недвижимость. Он снят, я приступаю к его монтажу. И в следующее воскресенье вы также увидите такой большой ролик. Довольно-таки будет интересный для всех тех, кто интересуется недвижкой. Узнать, как, что здесь происходит, что, сколько стоит, как здесь обманывают, как здесь не обманывают. В общем, много полезной информации. Поэтому всем вам желаю приятного просмотра. Сперва я вас познакомлю с полезной информацией, а после чего мы перейдем к основной теме сюжета. Знаете, если бы не аналитики, то многие крупные компании сливали бы в трубу миллиарды рублей на различные дурацкие идеи. Именно аналитики указывают, что и как нужно делать компаниям. Сейчас аналитика – это реально спасение для любой компании. От самой маленькой до гигантов типа Apple и Gazprom. Так, например, компания Intel производит процессоры. Перед поставкой каждый процессор должен пройти 19 тысяч тестов. А это долго и дорого. А аналитики проанализировали весь процесс и выяснили, от каких тестов можно действительно отказаться без потери качества. В итоге на выходе удалось сэкономить 30 миллионов долларов. А без аналитиков для вашего понимания бизнесу просто не обойтись и об этом говорит спрос. За 2021 год он вырос на 222%. Освоить профессию аналитика может абсолютно каждый, независимо от возраста и образования. И я вам рекомендую пройти обучение в Skill Factory. На курсе «Аналитик данных» вы научитесь работать с данными, делать выводы на основе их анализа и использовать алгоритмы для решения реальных задач. И поможете, самое главное, зарабатывать компаниям большие деньги. А они поделятся с вами прибылью в виде зарплаты в 150 тысяч рублей. На курсе вас ждет поддержка менторов, стажировка и индивидуальная подготовка к трудоустройству. Ребята из Skill Factory отмечают, что на курс приходят люди абсолютно из разных сфер. Продажи, бизнес, бухгалтерия и даже священнослужители. И не забывайте, что средняя оценка Skill Factory от студентов 4,7 из 5, что говорит о высоком качестве обучения. А ссылка на курс уже ждет вас в описании. Пожалуйста, QR-код на экране вашего устройства. Можете его сканировать и точно так же получить всю подробную информацию. И не забывайте, по промокоду МАШКОВ вы получите скидку в 45%. Вы поймите, обучение в IT-специальностях дает возможность вам работать из любой точки мира. Прямо сейчас мы находимся в Дубае. Знакомьтесь, друзья, наша героиня Яна. Ян, привет! Привет! Огромное спасибо тебе, что пригласила в гости и разрешила и согласилась пообщаться на камеру. Давай начнем от обратного. Насколько я знаю, в Дубае ты проживаешь последние 3,5 года. Но до этого ты жила в России. Расскажи, пожалуйста, в каком городе и чем ты, собственно, там занималась, где работала? Ну, родилась я в Мурманской области, там закончила школу, переехала в Тамбов. И там, собственно, я жила последние 15 лет. Все было прекрасно. Я закончила с красным дипломом, работала юристом. И это была просто нормальная среднестатистическая жизнь. И мне никогда в жизни даже в голову не приходило, что может быть иначе. Мне не с чем было сравнить. И я считала себя довольно-таки среднестатистически успешным человеком. Но в какой-то момент что-то пошло не так. И вот я здесь. Случилось того, что я хотела путешествовать, но я вообще не знала английский. То есть я начала как-то углубляться в эту тему. Мне был очень интересен язык. Мне были очень интересные люди. И просто один раз, просто в обычный день, один человек спросил меня, о чем я мечтаю. И я сказала, что я мечтаю пожить и поработать в какой-то другой сфере и в другой культуре. То есть для меня это было тогда неважно. Это будет Япония, Америка, Африка. Вообще я просто хотела что-то нового для себя. И этот человек начал потихонечку толкать меня в этом направлении. Что, а почему нет? А ты сможешь. Я думаю, нет, да ну что, ты мой английский ужасный. И что я буду делать? Я всегда была юристом. Чем я могу быть полезна в другом государстве? Но как-то прям, когда ты чего-то действительно хочешь, мелкими-мелкими шажками ты идешь к этой цели. Даже если тебе страшно. Но мне нужен был кто-то, кто бы пнул меня из зоны комфорта. И я нашла таких друзей. И здесь в Дубае тоже. Так как я путешествовала до этого, в Дубае уже у меня были знакомые ребята, кто согласился мне помочь. А пока я ищу работу, меня приняли у себя. Очень обо мне заботились. Здесь в Дубае люди очень теплые, скажем так. Действительно, это очень интересный факт. Может быть, потому что здесь определенная финансовая стабильность. И люди здесь более счастливы, потому что им нечего делить. Они рады дать тебе что-то. Потому что иногда даже они были когда-то в такой ситуации. И они приехали когда-то первый раз. И я спросила сама себя, что я могу делать в Дубае, что я могу дать. Я понимала, что у меня очень слабый письменный английский. Я могу только трещать. И я люблю людей, в принципе. Я люблю общаться с людьми. Я знаю, что я неплохо выгляжу. И я попробовала себя в сфере продаж. Я попробовала подать заявку по Emirate Airlines. Но они мне отказали. И все постоянно спрашивают меня, что я работаю именно там. Что я очень похожа на кабин-крю. Но нет. И я приехала. У меня была виза тогда еще. Россиянам давали визу на месяц. И я начала просто пытаться сделать все. То есть я ходила, раздавала свои резюме. Прямо в магазинах пыталась оплатить онлайн. Очень интересный факт. Я сделала свое CV. Я не хотела врать. Я поставила, что я юрист. Что всю свою вот эту биографию. И после 15-го магазина, куда я отдала, люди сказали, это не сработает. Ты должна врать. Без опыта тебя никуда не возьмут. И я наврала, что я работала в России до этого в продажах. И мне потихонечку начали звонить. Но я знала свою персоналити. Я знала, что я справлюсь. Я знала, что все будет хорошо. Мне было безумно страшно. Потому что это была совершенно другая сфера. Я никогда не работала в продажах или что-то. Что от меня требует. Как я буду. Буду ли я удачно в этой сфере. За 2 дня до окончания моей визы. Мне позвонили, подтвердили, что все будет хорошо. Я прошла 3 интервью. Меня взяли на первую работу. Это был амстердамский бутик, скотч и сода. И я начала свою карьеру здесь. Потом меня перевели в другое место. В итальянский бутик. И потом меня уже спустя 2,5 года мне позвонили с другой компанией. И сейчас я работаю на фэшн-авеню в Дубай-моле. Самом крупном моле в мире. И я счастлива. И есть еще куда расти. Буквально пару дней назад мне позвонили с компанией еще выше. Я у меня буду интервью на следующей неделе. Так что в Дубае есть. Если ты действительно любишь, хочешь и тебе нравится все, работу найти можно везде. Всегда можно найти, спросить себя и понять, чем ты можешь пригодиться. Конечно же, язык это очень большое дело. Но здесь для 90% населения английский это второй язык. Поэтому всегда не нужно бояться говорить с ошибками или что-то. Всегда можно переспросить, если ты что-то не понял. То есть люди тебя поддержат. Здесь большинство людей действительно очень хорошие, душевные. И всегда очень откликаются, если тебе нужна помощь. Но все это было 3,5 года назад. Давайте на секундочку переместимся в наше время. Зайдем в гости к Яне. И она покажет квартиру, которую она сняла буквально полтора месяца назад. Расскажет чуть позже, сколько такая квартира стоит. Для вашего понимания, мы сейчас находимся в районе... Вот смотрите, Бурж-Халифа это центр. Ей от дома до Бурж-Халифы пешком идти 30 минут. Вот такое расстояние. Итак, друзья, мы с вами заходим в гости к Яне. Значит, смотрите, в силу того, что у нее есть документы, она может снимать легко квартиру на длительный срок, например, на тот же самый год. Просто это все тонкости, нюансы, есть опыт. Короче, вот такая квартира, которую вы сейчас увидите, примерно 5-6 тысяч дирхан в месяц. С учетом того, что берешь на длительный срок. Цифры все я вам вывожу на экран. Значит, смотрите, вот мы заходим, дымофон, все как бы как и у нас. Конечно же, отличается, потому что абсолютно каждая квартира, что я вижу, они все с белыми стенами. Ну, понятное дело, что жарище и, опять же, везде идет плитка. Заходим, тут у нас идут коммуникации, щитки, интернет, Wi-Fi, обувь. Первая дверь у нас, гостевой санузел. Или же один из санузлов, вы тоже как хотите называйте. Туалет, раковина, ну и различные приборы для того, чтобы убираться. Вот сидит Янка, мы уже все отписали. Показываем вам кресло. В общем, все, что вы видите, это то, что было предоставлено при съеме квартиры в аренду. Из ее вещей, ну там, планшет, сумки и так далее. Это, получается, у нас квартира одна бедрумная, как тут говорят, по-нашему, однокомнатная. То есть, вот где-то зал, он не считается за комнату. Здесь отдельно идет кухня, отдельно идет спальня. Балкон, на котором мы были, он небольшой, потому что у некоторых балконов бывает в два, в три раза больше. Но каждый балкон, как я заметил, он идет на увеличение, когда у тебя больше и больше квартиры. Но могу ошибаться, но это исключительно такие мои наблюдения. Система кондиционирования, само собой, пожарная безопасность. Смотрите, вот как раз ровно та история, когда вы просили. Это далеко не самая простенькая и самая дешевая квартира, само собой. Естественно, не самая прям вау-крутая. То бишь, тут все индивидуально, все под ваш кошелек. Хотите, можно квартиру снять и за космические деньги. Вот так выглядит кухня. Газ, мойка, в общем-то, все есть. Кухня, в принципе, не маленькая и не большая. То бишь, чем-то напоминает действительно нашу российскую двушку. Окошко. Перед тобой стоят дома, бизнес-центры. Вот такой вид. Везде идет кондиционирование. Кстати, обратите внимание, что, например, заходишь на кухню, здесь потолки ниже. Заходишь в зал, потолки выше. Прямо вот совсем низких потолков мы, в принципе, ты и не встречали. Дальше заходим как раз в первую комнату. Она же спальня, в которой есть еще один санузел. Ванна, санузел, все как положено. Ну и, собственно, сама по себе спальня. Кровать. У Яны сегодня выходной. Как раз вот мы спокойно снимаем. Ну и, собственно, здесь, обратите внимание, также панорамные окна и вот такой вид из окна. Значит, честно вам говорю, вот есть дорога под окном, но ее, в принципе, в квартире не слышно. Хотя, если сейчас выйти на балкон, вы уже, наверное, заметили, что когда мы общаемся, там, да, фоном звук есть. Кстати, встроенный шкафчик, обратите внимание. Короче, с точки зрения площади более чем достаточно. Как на одного человека, так и на семью из двух-трех человек. Тут уже смотрите сами, как бы вы сделали. Это, например, детская комната, зал. Это, как у нас, полноценный зал. Короче, выбирайте сами. Этот дом, как я понял, уже относительно старый. То бишь, он уже такой, ну, не вчера построился, как мы, например, недавно снимали, что прям только-только сдан дом. Он уже обжитой, ну вот, по-своему, есть свой шарм. И создать здесь уют. Вот, опять же, те же там самые люстры повесить. Ну, короче, друзья, у кого бабки есть, уже сами разберутся, покупать, не покупать. А у кого денег нету, важно понимать, что такая квартирка стоит здесь будет явно недешево. Ян, ну дай, пожалуйста, деталей. Ты приезжаешь сюда, сколько у тебя с собой было денег. В силу того, что на сегодняшний день визу дают на 90 дней проживания, это хороший запас для вновь прибывших, например, кто хочет просто туристом погулять или же остаться здесь и искать новую работу. У тебя было 30 дней. Английский язык у тебя был, как говорится, so-so, правильно? Да. Вот, дай, пожалуйста, деталей. Сколько денежек взяла, где пожила первый месяц? Вот такие вещи. Вопрос на самом деле сложноватый, потому что я не помню, сколько у меня было на карточке тогда, но я могу примерно сориентировать, сколько я потратил. Но это я. То есть я имею в виду, что когда я приехала, до того, как я приехала, я позвонила своему другу и спросила, может ли он меня принять. И он сказал вообще без проблем. Мы с ним познакомились на каучсерфинге, если кто-то знает этот сайт. Здесь в Дубае он очень популярен и очень большой, сильная вот эта коммунити каучсерферов, кто помогает путешественникам. И он меня захостил на целый месяц. То есть этот момент в плане финансов отпал тут же. И он, на самом деле этот человек, мы с ним очень хорошие друзья, уже 5 лет, наверное, мы общаемся с семьями. Он меня старался везде тоже и отвезти. Он организовал мне местную сим-карту. У меня же тогда не было визы. И на самом деле я поняла, что я не особо-то и много потратила. Но потому что у меня здесь уже кто-то были друзья, у меня здесь была поддержка. За 2 дня до конца твоей визы тебя приглашают на работу. И, соответственно, на основании официального трудоустройства ты имеешь право подать документы для того, чтобы получить визу. Правильно? Вот расскажи, пожалуйста, как это происходило. И самое главное, как ты начала работать в продажах, если, как ты говоришь, английский язык у тебя был на плохом уровне. Ну, до этого я где-то год ходила на курсы английского языка в своем городе. И потом я поехала в Индию. Там тоже друг, который очень сильно поддерживал мое вот это начинание, он нашел мне учителя, с которым я занималась каждый день по 3 часа. Именно для того, чтобы говорить, именно для того, чтобы улучшить свои вот именно знания. То есть, как вот vocabulary, то есть, как это по-русски. Короче, простые знания, как общаться с людьми, да, в простой форме. То есть, когда я приехала, уже собиралась выйти на работу. Я же прошла как-то интервью, то есть, я же как-то говорила. Именно поэтому я немножко укрепилась в своей уверенности. То есть, да, я не знала очень многих слов, я могла перепутать времена, сказать как-то все коряво. Но именно потому, что я говорю здесь для всех английский второй, им это не режет слух. Они относятся к этому спокойно. Поэтому, когда я начала работать, конечно, я переживала, я волновалась. Но когда ты общаешься с людьми, настолько неформально, в любом случае, какие-то человеческие вещи играют свою роль. То есть, это улыбка, это видно, что когда человек к тебе расположен, и ты не обращаешь на самом деле внимания на какие-то вот грамматические ошибки или что-то. Моя практика улучшилась, потому что ты каждый день общаешься с людьми. У меня три с половиной года здесь, в Дубае уже, и до сих пор я приехала с очень слабым письменным английским. Он до сих пор у меня очень слабый. Почему? Потому что я не пишу. Потому что мой телефон подсказывает мне правильно слова, и потому что я все время общаюсь. Но как бы это никому не нужно здесь особо, если ты не занимаешь какую-то там действительно должность, и ты должен строчить постоянно имейлы. Поэтому все с практикой. Ну, здесь все практически работают только с одним выходным. Когда я присоединилась, у меня тоже был один выходной, и 8 часов в день. Сейчас у меня полтора выходных, то есть один целый, и полдня, либо до, либо после. Компания, которая мне сейчас позвонила на интервью, у них два выходных, и это очень круто здесь, в Дубае, иметь два выходных. Здесь очень далеко не у всех есть такая возможность. По поводу окладов, здесь начинается все вообще с минимума и низов, то есть такие, как таксисты, официанты. У них зарплата очень маленькая, но они выезжают, особенно официанты ночевых, они оставляют это все себе. Мы говорим примерно о зарплате в 2-3 тысячи дирхам. Когда ты идешь в сферу продаж, например, там уже идет зарплата от 4-х. Я могу, например, сказать, что Victoria's Secret, у них зарплата где-то 4 тысячи, плюс определенная там небольшая комиссия. Уровень, как Pull&Bear, Bershka, вот такие вот сегменты, там уже идет зарплата 5-6 тысяч. Я знаю, что в Zara зарплата идет от 8-ми. Я была, кстати, очень удивлена, что Zara все так над ней смеются. Мои подружки там работали, они получали 8-ми, иногда комиссию, то есть у них выходило по 9 тысяч дирхам. Но они приходили домой и теряли сознание. Они носились там просто. Слушай, ну это отличная информация с точки зрения того, что люди как раз просят дать больше информации про работы такие, которые доступны многому населению нашей страны и других стран. А расскажи, пожалуйста, когда мы здесь находились, нам рассказывали какой-то миф, что якобы консультанты в Apple получают на русские деньги чуть ли аж не 500 тысяч рублей. Нет, такого не может быть, таких зарплат здесь нет. 500 тысяч может получать какой-то менеджментский состав в лакшери брендах. Это действительно так. У меня нет конкретной информации об этом, но я слышала, что именно вот это полмира, даже больше, даже больше есть зарплата, но это лакшери сегмент и это менеджментский состав. Консультанты здесь таких денег не получают. Есть хорошие зарплаты, такие, естественно, Chanel, Dior. То есть вот такие вот бренды, да, там, мне кажется, зарплата может быть и 16, и 20, и 25, потому что очень многие получают, не имеет значения твой basic, имеет значение комиссия, которую получаешь. И комиссионная система разная во всех брендах. Где-то, например, у тебя дается таргет, например, полмиллиона дирхам ты должен сделать в месяц. Если ты достигаешь это, ты получаешь 1% от этой суммы. То есть ты достиг, ты получил 5 тысяч. Если ты не достигаешь, ты получаешь только basic. В каких-то магазинах ты получаешь процент от, что бы ты ни продал. То есть ты продал на 100 дирхам в течение месяца, ты получил 1%. Ты продал на 10 миллионов, получил 10 тысяч дирхам комиссию. То есть это зависимости от бренда и от политики компании. Поэтому здесь на самом деле очень большое значение имеет именно не базовая ставка, а вот как считается комиссия. Вот это важно. Ну расскажи, что мы вообще видим? Я в силу того, что здесь второй раз, и не так давно, и скоро у меня домой, мне не совсем понятно. Такое ощущение, знаешь, как будто каменные джунгли, самое натуральное. Какой-то детский сад, школа поблизости. Что здесь вообще есть у твоего дома? Супермаркет, Дубай Мол очень рядом. То есть, как ты видишь, везде всегда будет что-то строиться. Здесь, вон там мы видим подъемные краны. Куда бы мы ни посмотрели, мы всегда увидим какие-то стройки. Дубай строится постоянно, постоянно меняется. То есть, по поводу детских садов, если честно, я даже не знаю, как они выглядят. Вот, то есть, это нужно, наверное, куда-то ехать в определенную какую-то зону. Смотри, а возле дома еще получается бассейн. Друзья, я вам не буду показывать, потому что как бы здесь люди там, ну, загорают. Как бы я буду придерживаться правил из серии того, что, ну, не надо там всех подряд головок снимать, люди отдыхают. Но смысл того, чтобы вы поняли, бассейн есть. Вот эта кровля, это, здесь вообще ничего нет, она так, по-моему, эксплуатируемая. То есть, на нее можно выйти и побегать, условно. Или что это такое? Нет, я думаю, что это просто крыша, она никак не используется, на самом деле. Хотя, тут можно было бы что-то сделать. Ну да, здесь, знаешь, такое целое поле для того, чтобы можно было его обустроить. Да кафешечку, не знаю, зелень бросить. То есть, тоже как бы интересно, что вроде бы всего полно, но тем не менее. Мечеть вон в той стороне мы можем наблюдать. Слушай, ну зато парк у вас есть, да, зеленый большой. Да, и там люди, кстати, занимаются йогой, с собачками гуляют, детки там тоже в мячик играют. Но тебе вот эта вот вся атмосфера, которая есть, вот то, что вокруг прям высотки, камни, прям вот все так вот плотничком, тебе это нравится? Да, то есть, вот это прям, я люблю вот Сингапур, Гонконг, Дубай, вот такие вот города, прям города-города, мне это очень нравится. Может быть, потому что я родилась в маленьком городке на севере, который почти как деревня, И для меня на таком контрасте, я чувствую, что я прям вау, что я вырвалась из этого. Короче, друзья, все исключительно на любителя, мы лишь стараемся сделать серию роликов для того, чтобы можно было посмотреть и понять, как здесь проходит быт. Очень часто говорят, что в Дубае без машины никуда, но это все индивидуально, Потому что, если, допустим, вот как Яна работает рядом с, ну, живет рядом с работой, 20-25-30 минут пройтись, это относительно не так много. Потому что, ну, в Москве вы сами знаете, до метро некоторые те же самые 20 минут, и потом еще до работы идти от метро 20 минут, это все индивидуально. Те, кто действительно разъездной образ жизни, у кого работа так сделана, ну, понятное дело, без тачки ты не выживешь, машина будет по-любому нужна. А так, как бы, метро есть, трамваи есть, но я не заметил автобусов, маршруток, здесь такое тоже есть, да? Маршруток тут нет, а автобусная вот эта сеть, она очень сильно развита. В моей первой компании зарплата была 5 тысяч, это был средний бренд среднего уровня, middle luxury, скажем так. И у нас были комиссионные, если мы достигали магазин, магазинный таргет, мы получали в зависимости от того, сколько процентов мы передостигли. То есть 100, 105, 110, 115, 120, и комиссия могла быть до 2 тысяч. То есть это то, с чего я начинала. Когда я приехала, я сняла, я понятия не имела, как происходят здесь вообще какие-то вещи, жилье. То есть я не представляла, как это все выглядит, я просто ткнула, что какое-то жилье более-менее приемлемое по цене. Я помню, до сих пор это было 1700 дирхам, и за эту сумму это был шеринг. То есть это когда много людей в квартире, и они живут по разным комнатам. Кто-то может жить один в одной комнате, где-то может быть 5 человек в одной комнате. Я жила с двумя девочками, у нас был свой туалет с ванной, это очень большое дело здесь. И я прожила там 4 месяца. Потом я поняла, что как-то все-таки нужно улучшать, наверное, жилищные условия. И я нашла чуть-чуть подороже, уже за 2 тысячи в русском. То есть там были только русскоговорящие девочки, гораздо меньшее количество девочек в квартире. И там был бассейн, там был спортзал, в который я никогда не ходила. Я так мечтала о том, что когда-нибудь у меня будет спортзал в моем здании, потому что я очень ленивый человек. Но когда ты получаешь то, что ты так ходишь, ты думаешь, ну он же всегда здесь. Но здесь, на самом деле, в Дубае это очень круто. То есть мы можем посмотреть, даже здесь с балконом у меня есть красивый бассейн, потрясающий спортзал. И это почти в каждом билдинге. То есть это очень большое дело. Ну расскажи нам, пожалуйста, про плюсы и минусы. Мы уже поснимали, с людьми пообщались. Нам очень часто отмечают, ну самый первый минус, что все-таки мы в пустыне находимся. Здесь очень жарко. Особенно полгода, когда здесь вот лето и жарище прям действительно дикое. Какие вообще вот именно минусы ты заметила за 3,5 года здесь проживая? Ну по поводу погоды, на самом деле, я хочу сделать маленькую ремарочку. Жара, на самом деле, это не так страшно. Здесь действительно убивает влажность. То есть когда это жара, и ты выходишь, и ты становишься через прям пару минут как жаба. То есть вот это вот именно влажность здесь убивает летом. Жара, ладно, это хрен с ним, всегда можно пережить. Я как человек, который родился и прожил все свое детство на севере, где минус 30, там 9 месяцев в году, мы просто не тусуемся out. Мы всегда передвигаемся где-то внутри. То есть из дома в машину, из машины в мол или на работу. Там или в ресторан куда-то. Люди особо не тусуются на жаре. Поэтому я бы не сказала, что это так сильно прям ужасно. То есть, например, я сейчас хожу пешком до работы, мне где-то минут 15-20 ходьбы именно по улице. И я сюда въехала в начале августа. Вот первую половину августа было, да, это было как-то прям жарковато. Но, говорю, даже не из-за жары, а именно вот из-за влажности. Вот это было тяжело. А в остальном нет, нормально. Но есть люди, которые не переносят просто жару. То есть у меня, например, муж тут не может находиться вообще. То есть он приезжает и он прям страдает от этого. По поводу минусов, на самом деле в голову ничего особо не приходит. Инфраструктура очень развита. Супермаркеты везде, доставка. То есть... Слушай, ну вот рассказываю так, что Дубай – это просто одна большая красивая картинка. Мол, здесь скучно, делать здесь нечего. Природы здесь не хватает. И, соответственно, с точки зрения того, что люди, кто пожил, например, в России, где 4 сезона – зима, лето, весна, осень. А здесь всегда одно стандартное лето. И просто иногда оно становится прям максимально жарким. Но вот не скучаешь ли ты по дому, по березкам, по речечке, по природе, на шашлычки поехать? Вот какие-то такие вещи. Ну, я, конечно, когда приезжаю в Россию, в основном я приезжаю осенью либо весной, я не могу надышаться воздухом. То есть здесь воздух прям, он прям спёртый здесь. Душно, да. Я прям выхожу на балкон и я просто дышу. Да, вот этого мне действительно не хватает. И я очень сильно скучаю по русской еде. Здесь есть несколько русских ресторанов, где ты можешь пойти, заказать пельмени, борщ, там, всё что угодно. Светку под шубой даже, да. Но это, конечно, всё не то. То есть, когда я приезжаю, я просто килограммами ем варёную колбасу, потому что её вывезти очень трудно. Она же испортится во время поездки. И вот по таким вот вещам я, конечно, очень скучаю. А с алкоголем тут все пьют за рулём. Все. Вот вообще. Все пьяные за рулём ездят постоянно, потому что здесь нет такого понятия, как наши гаишники, которые прячутся за кустами. За три с половиной года я... То есть нас останавливали только два раза. Это был Новый год. И просто был какой-то рейд. И оба раза люди были пьяные за рулём, но никто не делает эти тесты. То есть здесь как? Ты можешь делать всё, что угодно, пока ты ничего не нарушаешь. Если ты попал в аварию и выяснилось, что ты под алкоголем, всё, тебе кранты. Это будет штраф, это будет тюрьма, то есть это будет лишение лицензии. Но пока ты, хоть и вообще в невменяемом состоянии, ты смог добраться от бара или от гостей до дома, никто с тебя не спросит. Слушай, ну а те, кто так поступает, вот ты, например, общаясь с всякими людьми, ты им не задавал просто, а вам не страшно вообще так вот рисковать? Когда можно всё-таки вызвать, например, такси, доехать. То есть, например, даже в наших странах, в России, уже многие люди действительно боятся, то есть они с этими шутят. Я согласна. Как бы это очень опасно, только дурак может так поступить. А здесь вроде как страна развита, так ещё и самое главное здесь совсем другие по жёсткости законы. Я согласна, я сама этого не понимаю. Когда я только приехала, я постоянно тоже истерила, и там вот там ты выпил, мы с тобой выпили пиво, как так ты сейчас садишь за руль. То есть, первое время для меня это было очень тяжело, и я переживала, потому что для нас, для русских, это вообще нонсенс. Если мы выпиваем один шот, мы не сядем за руль. А здесь просто настолько все к этому привыкли, к этому состоянию вождения. То есть, и сколько я спрашивала у своих друзей, что как так ты пьяный сейчас поведёшь. Мне все говорят одно и то же, что я когда пьяный, я более сконцентрированный. То есть, как бы это ни звучало. Давай сделаем акцент. Вот у меня сейчас может сложиться впечатление, что за рулём пьяными ездят только русские, местные. Это так или любые национальности? Все национальности. Индусы, ну абсолютно все. Вот все, кто пьёт здесь в Дубае, все ездят. Но могу сказать, что на самом деле за свои, опять же, 3,5 года я не могу сказать, что я видела так много аварий. То есть, и эти аварии в основном связаны не с тем, что человек выпил, а именно с лихим вождением. То есть, кто-то кого-то подрезал или что-то, но никак не с алкоголем. И это действительно, то есть, для меня это что-то такое удивительное. То есть, если произошла авария, да, то есть, у нас, например, если ты пьяный, это всё объясняет. А здесь нет. Здесь действительно пьяные не попадают в аварии. Это настолько интересный факт, который я вот не знаю, мне кажется, для России он был бы неприменим. То есть, если бы у нас в России ездили бабухи за рулём, у нас бы перебились, наверное, все. А теперь расскажи, вот этих доходов в продажах тебе хватало на твою комфортную жизнь здесь? Или ты постоянно чувствовал, что денег мало, денег мало? Ну, я с точки зрения того, что ты девочка, тебе наверняка хочется одеваться. Здесь шмоток, как мы увидели, огромное количество. Всё есть в переизбытке. Красивые рестораны, кафешки, куда-то сходить, там, не знаю, на массаж, там, маникюр, педикюр. Вот как это происходило? Ну, давай прям по блокам разберём. В плане шмоток, когда я присоединила свой скотч инсода, там был очень крутой момент, что униформу ты можешь выбрать из коллекции на сумму 4 тысячи дирхам за коллекцию, за полгода. И это довольно-таки большая сумма. То есть, я обновила полностью свой гардероб за счёт своей компании. Это было очень круто. Также я всегда могла поехать в Россию в отпуск или что-то прикупить там, не очень дорого, потому что у меня нет этого загона. Я хочу Louis Vuitton Shoes или Gucci Bank. Я совершенно спокойно к этому отношусь, может быть, потому что всё идёт из детства. Я, может быть, не привыкла к таким дорогим вещам, потому что здесь, в Дубае, на самом деле, девочки сходят с ума по дорогим брендам. Это факт, но я более спокойный в этом плане человек, у меня не такая большая статья расходов по этому поводу. Ну и всегда ты можешь пойти, всегда есть распродажи, всегда бесконечные, сезонные, несезонные, есть аутлет-моллы. Если у тебя есть чувство стиля, чувство вкуса, ты всегда можешь одеться спокойно, со вкусом и недорого. Не обязательно выряжаться вдоль чагабана, чтобы выглядеть хорошо. Это первый момент. По поводу еды. Сама по себе я ем немного, и мой уровень счастья не зависит от, как сказать, от вкуса еды. То есть я могу быть счастлива, если я съем 2 варёных яйца на завтрак, и если я съем лобстер. Ну, конечно, понятно, что это разные вещи, но на моё качество жизни это не влияет. Здесь, в Дубае, тоже есть такой классный момент. Девочки никогда за себя не платят. То есть если я иду куда-то в ресторан или в аут, в бар, неважно, с какими-то друзьями, соседями, неважно, брат, менеджер, whatever, я знаю, что я не буду платить за себя, потому что здесь это не принято. Менталитет арабский, азиатский здесь именно такой, что девушка, она всегда как гость, всегда как человек, которого... Ну, это само собой разумеющееся, это просто нормально, и это очень здорово. Также где-то, наверное, года 2 назад я узнала про такую фишку. Есть несколько приложений в Дубае. Очень много открывается мест везде, всегда. В Дубае постоянно что-то строится, даже если мы посмотрим вокруг, мы увидим кучу строек вокруг. Открываются рестораны, бары, кафе, и очень большая конкуренция. Им нужно принести туда народ, чтобы люди видели сторис, инстаграм, очень большое влияние имеют. И ты просто подаешь заявку, если ты симпатичная, хорошая девушка с хорошим инстаграмом, ты подаешь заявку на место, куда ты хочешь пойти. Ты идешь туда, сидишь там несколько часов, тебя кормят, поют бесплатно, очень вкусно, большими, блин, порциями, безлимитные напитки. Ты просто снимаешь несколько сторисов, это весь дил, это весь договор. То есть, если ты хочешь вкусно покушать, бесплатно, здесь в Дубае это повсеместно. Ты всегда можешь что-то найти, если действительно прямо ты соскучился по какой-то кухне. И я, и мои подружки тоже мы пользуемся этим, чтобы сходить в аут, покушать, выпить, повеселиться. А почему нет? Красивые блюда в инстаграм, это же, это то, что мы все любим, это то, что нам всем нравится. Ну, условно, как говорится у блогеров, за репост, за рекламу. Да, за репост. Входил, поел, отрекламировал, пошел дальше. Слушай, ну при всем этом удавалось вообще какие-то деньги копить, чтобы появлялись какие-то накопления, была какая-то финансовая подушка или все заработанное плавненько хватало на месяц, и как вот у нас говорится, от зарплаты до зарплаты. Здесь все зависит только от тебя, то есть у меня есть подруги, которые живут именно зарплатой до зарплаты, у них нет семьи, и как-то вот так вот деньги всыпятся через пальцы, и никогда не понятно. У меня немножко другая ситуация, у меня есть семья, и я о них забочусь. И так как у меня сами по себе потребности не очень высокие, говорю, что там Луи Виттон, Гуччи, все такое, плюс я нашла какие-то лайфхаки в жизни, которые мне помогают, такие как вот пойти куда-то в Аут за репост, и все такое. Я откладываю денежку и отправляю в Россию, то есть мне хватает на себя, мне хватает на семью. Здесь действительно очень безопасно, то есть я могу идти ночью в любом районе города, я точно знаю, то есть у меня даже мыслей не возникает, что ко мне кто-то подойдет, или начнет ко мне там приставать, или ограбить меня, или что-то. То есть в этом плане да. Воровство есть везде, у меня, кстати, недавно украли деньги из кошелька, и я понятия, я ума не приложу, кто это может сделать, потому что я никогда... То есть это нормально оставить телефон, где-то уйти или забыть про него, и вернуться он будет на том же месте. Это абсолютно нормально, я видела такие ситуации сама, и здесь с этим очень действительно строго, и люди этого не делают. То есть, говорю, за все свое время я столкнулась с кражей, вот только один раз недавно, и я была в шоке, то есть я была... Мне было плевать, но там была небольшая сумма, я от факта офигела, что как так? Но твои действия какие-то были, ты полицию вызвала, а не какое-то разбирательство проводили? Нет, потому что это была... Я на самом деле была рассамахой, то есть я не трачу здесь кэш вообще, он мне не нужен, я все время везде расплачиваюсь телефоном, но я знала, что какие-то деньги у меня в кошельке есть. И тут что-то я сунулась и поняла, что их нет, и то есть я даже не могу следить, когда это произошло, потому что я не трогаю кэш месяцами, поэтому, конечно, невозможно ничего отследить, поэтому, ну, спасибо, что взял деньгами. По поводу работодателя, здесь везде можно найти какие-то уловки, чтобы уволить сотрудника, но, естественно, никто на тебя тут орать не будет, но психологический стресс и давление у меня было, например, то есть моим первым менеджером, он был сирийц, и он был вообще больной просто, блюдок. То есть он стрессовал меня просто по кайфу, то есть ему было в кайф просто вот надо мной вот издеваться, и он был такой прям, у него было какое-то психическое расстройство, видимо, хотя мужик просто невероятно умный, опытный, интересный, с чувством юмора, но вот у него были какие-то, я не знаю, отклонения, и он все время тоже меня пугал увольнением, но он просто прикалывался. Как он потом уже, мы стали с ним очень хорошими друзьями, когда я ушла оттуда, он мне сказал, что я это делал для того, чтобы сделать тебя сильнее. А расскажи, пожалуйста, по документам. Вот тебя за два дня до окончания твоей туристической визы берут на работу. Как ты продлила вот этот срок или как это происходило? На какой срок тебе дали визу и как ты ее продлеваешь по сей день? Я уехала из Дубая на следующий день после того, как мне подтвердили, что я приступаю к работе, потому что в любом случае мне нужно было выехать из страны, чтобы въехать уже с рабочей визой. Как раз у меня был у ребенка день рождения, так все прекрасно совпало. И то есть я уехала, я отправила все необходимые документы, они подготовили мне визу в течение двух недель, и я вернулась уже обратно из границы, я уже пересекла с бумагой, что у меня рабочая виза, мне поставили штамп, и обычно здесь виза дается на два года. Чтобы получить визу, все платит работодатель, только там какие-то небольшие расходы несешь ты, но это мелочи в масштабах получения работы и все такое. Ты должен знать анализ на СПИД, оформление визы, всякие фотографии на ID. Это все занимает тоже какое-то время, но ты уже можешь работать. На два года потом этот процесс повторяется снова, и если ты переходишь с компанией в компанию, то ты должен делать этот процесс снова. Это, кстати, что случилось со мной. То есть я через два года продлила себе контракт, продлила себе визу, и через два месяца я нашла новую работу. И весь этот процесс мне пришлось проходить заново. И также есть очень интересный момент. Это обязательный момент при получении визы. Ты должен просидеть и просмотреть мультик или фильм про Дубай, про то, как здесь нужно жить, что нельзя мусорить, что все мы тут друг друга любим, и всякие правила, и какие-то моменты по законодательству. Обычно все спят на этом фильме. Но это очень интересная такая часть получения визы. Ля, ну а с точки зрения быта? Ты живешь сейчас одна, вот у тебя есть кухня. Готовишь ли ты часто сама? Или же ты покупаешь какую-то готовую еду? Как проходит твой досуг? Вот ты отработала, в конце дня рабочего ты приходишь, и чем ты здесь занимаешься? Ну, по поводу еды, как проходит мой обычный день. Утром я завтракаю, обычно либо кашу себе варю, овсянку, либо какие-то мюсли, что-то такое легкое. Когда я прихожу на работу, там уже мы организовываем себе еду. Либо готовую еду в спермаркете покупаем, либо заказываем доставку. На ужин я могу съесть просто йогурт и не заморачиваться вообще. То есть, я готовить не люблю для себя. То есть, я не люблю тратить эту энергию ради 5 минут что-то быстренько скушать. То есть, я сама питаюсь очень скромно. Мой рацион – это каша, йогурты, яйца и какая-то мелочевка. То есть, я могу купить себе там сальмон, уже готовый, там соленый, сделать себе бутерброд. И я абсолютно не заморачиваюсь. Если я хочу что-то покруче, я либо иду с друзьями в ресторан ВАУД, либо через какие-то приложения, где можно покушать бесплатно. То есть, я в этом плане не заморачиваюсь. Но люди здесь, если они готовят, они любят это делать. То есть, они готовят для того, чтобы есть. Они от этого кайфуют. Потому что еда здесь очень… Здесь вообще культ еды на самом деле. Здесь люди очень любят покушать. И эта индустрия развита прямо на любой вкус и цвет. Очень развита доставка. Не нужно заморачиваться, то что-то готовить, когда можно просто заказать. И выйдет, в принципе, наверное, не то же на то же, но вот этот эфорт, да, то есть, вот эту вот энергию, которую ты пратишь на готовку, на мытье посуды, на закупку продуктов. Здесь она не стоит того. Тут проще заказать. Причем люди могут себе это позволить. Я всегда стараюсь провести свое время с какой-то… Как сказать, не чтобы с пользой, а именно что-то сделать себя вот busy. Я очень люблю ходить по всяким мероприятиям. В Дубае столько много активитис, я живу тут столько лет, да, там, и я еще не перепробовала все. Я еще не была во всех музеях, каких-то приколюхах, там, выставках и все такое. У меня есть определенный список того, что я еще не посетила. Всегда стараюсь найти себе компанию, чтобы туда пойти. Но, в принципе, мне это не… Если я хочу пойти куда-то одна, то я… Здесь это… It's ok. Это зависит тоже, конечно, от тебя. Я стала ходить в спортзал, наконец-то, вот, в свободное от работы время. Всегда можно посмотреть какое-то кино или сходить в кино, встретиться с друзьями. Но из-за графика, вот по поводу рабочего графика, это не всегда получается. То есть, есть мои подружки, с которыми мы не можем встретиться месяцами, именно потому, что у нас не совпадает график. Здесь очень большое значение имеет территория. То есть, мы сейчас находимся в центре, это даунтаун, это самое сердце Дубая, рядом с Dubai Mall, рядом с Бурдж-Халифой. Здесь, естественно, ценник будет от, наверное, 5-6 тысяч в месяц, Дирхам. Но в большинстве своем такие квартиры помесячно найти сложно. Они сдаются на год. И ты платишь каждые 3 месяца. То есть, ты заключаешь контракт, и каждые 3 месяца ты оплачиваешь сумму. Очень многие здесь водят машины и живут где-то подальше. Там уже можно студию найти за 2,5 тысячи в месяц. Это будет довольно-таки неплохая квартира. Также в год 24 тысячи, например. То есть, есть разница, да, в даунтауне за 60, за 70 жить, либо взять машину, проехаться 15, 20, 25 минут, жить там, где что стоит 25, и это будет действительно хорошее жилье. То есть, у каждого свои приоритеты. Я, например, я не могу жить далеко. Я родилась в городе, где 25 тысяч человек, и по диагонали можно пройти за 20 минут. Я психологически не могу тратить большое свое время на расстояние, на преодолевание расстояния. Я никогда не желаю дальше от своей работы, чем 2 остановки метро. Слушай, ну а какие-то обманы с арендой жилья есть? Ты с этим сталкивалась? Возможно, ты слышал это от своих друзей, подруг, которые здесь живут. Нам, например, рассказывали, что можно увидеть квартиру, приезжаешь, а на деле говорят, ой, такой квартиры уже нету, показывают тебе что-то совсем другое. Либо же ты можешь взять в аренду квартиру, заехать, через 3 дня к тебе подселяют какого-то человека, говорят, ну вот такие были условия. То есть, какие-то такие мутные вещи. Ты это слышала, вообще сталкивалась? Ну, то, что агенты пытаются заманить к себе хорошие квартиры, а потом предложить что-то другое, мне кажется, это везде такое распространено. А разве, например, такую историю для девушек? Вот очень часто рассказывают, что есть вот она арабская сказка. Ведь арабы коренные, они очень богатые, у них все очень хорошо, люди живут и наслаждаются своей жизнью. Арабы берут по 3-4, не знаю, там, по 10 жен, могу ошибаться, поскольку могут. Слышала ли ты, или, может быть, ты за время проживания здесь встречала такую ситуацию, чтобы именно коренной араб, прямо действительно гражданин страны, мог подойти, познакомиться, предложить пойти попить кофе, и чтобы в дальнейшем это именно переросло в какие-то отношения, чтобы он ее позвал замуж. Бывает это такое, или это исключено? Я не могу сказать, что это прямо исключено, но давайте не будем забывать, что коренных жителей здесь очень маленький процент. Здесь работают везде, во всех сферах приезжие люди. То есть первые, по-моему, по статистике, это индусы, потом идут другие арабские страны, такие как Египет, там, Сауди или что-то, Либанон, потом идут филипинцы, филипинцы заняли всю обслуживающую сферу, и остальные там уже страны. То есть встретить прямо вот коренного-коренного жителя здесь, конечно, можно, но они, мне кажется, они здесь очень избалованы этим. То есть, скорее всего, он просто поиграет. Да, может быть, даже он влюбится, и даже, может быть, он будет считать, что он влюблен, но действительно до чего-то серьезного. Это же всегда давление семьи, и то есть я не думаю, что... Я бы не стала на это надеяться, потому что я знаю девушек, которые приезжают сюда, и они мечтают о местном вот этом красивом арабе в Кандуре, что он возьмет ее замуж, что она нарожает ему кучу детей. Я знаю таких девочек лично, и, к сожалению, они живут здесь по 6, 7, 8, 9 лет, и ничего не меняется. Они живут в мечтах, в фантазиях, они ходят в аут, они пытаются их найти, пытаются знакомиться, что-то завязывать, какие-то отношения, но, к сожалению, ничего... Я не знаю таких примеров. Слушай, а когда ты последний раз вообще на шашлыках была? Вот был вообще такой, чтобы ты здесь поехал с друзьями именно на улице пожарить мясо, рыбу, сварить какую-то уху, суп? На такие вещи люди выбираются в пустыню. То есть, как у нас люди едут в лес, мы выбираемся в пустыню, у нас есть эти грили, есть мангалы, ребята шарят шашлыки, ставят стульчики, разводят костер, такое здесь есть. Ну, потому что я сама по себе пустыню не люблю, то есть, я вот этот вот весь песок бесит меня постоянно в этих, в тапочках там, да, чтобы сходить в туалет, нужно ходить за баркан, там, еще куда-то. Я этого всего не люблю, поэтому я последний раз в пустыне была, о, боже мой, наверное, года полтора назад. Это был, по-моему, Новый год, и там вот, да, люди все готовили, это было классно, это было здорово, но я как-то спокойно к этому. Я лучше вернусь в Россию, мы в России шашлычков нажали. Как давно и как быстро ты прижилась к этой стране? Вот первый месяц, в любом случае, мне кажется, куда бы ты ни приехала, как сильно бы ты не хотела здесь пожить, ну, будет какой-то стресс для человека. В какой момент ты уже переключилась и ты поняла, что, ну, все, мое новое место, я здесь работаю, я здесь зарабатываю, я здесь уже строю планы там на завтрашний день, на выходные. Как быстро ты адаптировалась? Ну, во-первых, я была здесь в Дубае уже два раза до того, то есть я приезжала как турист, мне настолько сильно понравилась атмосфера, мне понравилась вообще картинка, да, вот и вот все вот это, что когда я приехала, я уже, в принципе, знала, куда я приезжаю. Поэтому для меня это как-то сдалось довольно-таки легко, наверное. И такие вопросы спустя года, на самом деле, очень трудно отвечать, потому что ты же прислушиваешься, что ты чувствуешь сейчас, и как будто так оно всегда и было. То есть у меня не было такого сильного стресса, акклиматизации или что-то вот прям такое. Вода здесь отличается, вот, прям очень сильно отличается вода от нашей. Питьевая? Нет. В ванне? В ванне, да. То есть у меня были проблемы с волосами первое время, но я не знаю, это от стресса или от воды, но все тут прям на воду грешат. Но сейчас все как бы хорошо, и то есть я на самом деле, то есть я люблю свою страну, я очень, говорю, скучаю по еде, я люблю нашу природу и все такое, но я могу сказать, что я здесь счастлива. Вообще, какие вот у тебя планы на будущее, какие у тебя цели? Вот можешь искать какую-то свою, я не знаю, арабскую мечту? Вот, что было бы для тебя прям вот идеал из серии вот в десяточку попасть, я не знаю, занять какую-то руководящую должность дорасти? Или что? Я пытаюсь сама себе ответить на этот вопрос и сама себе его задаю периодически. И люди мне его тоже задают, как и ты. Но у меня нет на самом деле ответа. И не то, чтобы я живу сегодняшним днем, просто по моему опыту и по моей, вот то, что происходило у меня в жизни, у меня события менялись просто вот так. То есть я могу встретить человека, и человек перевернет мою жизнь, вот просто вывернет ее наизнанку, грубо говоря. А может быть все идти стабильно. Так трудно делать планы, зная, что все может измениться просто вот так. Я когда работала в предыдущей компании, я в принципе тоже была счастлива. А потом хлоп, мне позвонили, предложили зарплату в два раза больше. Все изменилось вот так одним звонком. То есть я не знаю, может быть кто-то мне позвонит завтра из Гонконга, вот кто-нибудь из моих знакомых. Там я с тобой работал уже, я знаю, какая ты, а вот у меня есть к тебе предложение, что ты думаешь? Такое может быть. Поэтому трудно очень сильно планировать, но я могу сказать одно, что пока я счастлива, пока я могу заработать здесь денег больше, чем в России однозначно, я буду здесь. То есть пока мне хватит энергии. Я вернусь, конечно же, в Россию, но честно, я понятия не имею, чем я там буду заниматься. Ну что, вот таким получился этот сюжет. На свой текущий доход Яна сегодня не жалуется, зарабатывает самостоятельно, сама себя обеспечивает. В общем, все у нее хорошо складывается. Подчеркиваю, что эта серия роликов создаются не для того, чтобы кого-то призвать для миграции. Ни в коем случае. Исключительно истории жизни. Смотрите, слушайте, делайте ваши выводы. Убительная просьба всех мужчин не накидываться на девушек, потому что я заметил к предыдущему выпуску, если девушка зарабатывает много, значит все, сразу и скортнется. Ну как же по-другому? По-другому девушки заработать не могут. Короче, я надеюсь, что вам сюжет понравился, было интересно ее послушать. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все другие социальные сети. Я буду продолжать вести свою деятельность. До новых встреч всем. Пока-пока.